Встреча председателя Брестского горы с полкомом Александра Рогачука с представителями иудейских общин с первых минут получила рабочий характер. На повестке – деятельность в городе общественных организаций, а также перспектива найденного недавно захоронения останков расстрелянных здесь в годы войны евреев. Факт удалось установить в процессе строительных работ. После сноса старых конструкций здесь должен был появиться новый комплекс – Прибужский квартал. Сейчас деятельность приостановлена. Поисковую деятельность на объекте проводят специалисты. К сожалению, это не метафора, но старая часть города Бреста во многом, на самом деле, стоит на костях. В силу исторических событий XX века, разных исторических подтекстов, есть захоронение Первой мировой войны, есть захоронение жертв гетто, есть захоронение тех агрессоров, которые шли на нас. И, в принципе, это все есть сейчас, на данный момент. Мы уверены, что это не последняя трагическая находка, поэтому должны наработать четкий, понятный алгоритм действий. Прежде всего, исходя из уважения к тем людям, которые пали в ходе этих исторических событий, уважения к их религии. Пока на объекте идут поисковые работы, представители иудейских общин, руководство города должно выработать механизм, как работать в таких ситуациях дальше. Что нужно сделать для того, чтобы останки безвинно погибших людей, а их на сегодняшний день обнаружено уже более 500, обрели свое пристанище. Это важно не только для иудеев всего мира, но и для брещан, которые должны знать историю своего города. Хочу отметить ответственность инвестора, который практически сработал мгновенно, когда обнаружены были останки. Хочу отметить конструктивную позицию нашей еврейской диаспоры, которые консолидированно просят нас продолжить эту эксгумацию, сделать перезахоронение. И мы не позволим и спекулировать точно на этой теме, а попытки спекуляции мы видим. Практически, если оставить ситуацию так, как есть, тогда наш город во многом в центре части будет каким-то кладбищем. Поэтому здесь эта тема очень тонкая, мы готовы к диалогу и эту работу будем продолжать. Сегодня в городе функционируют три официальные еврейские общины, представители которых ведут активную общественную работу. Каждое объединение имеет свои конкретные цели и задачи, главная из которых – консолидация во имя общей памяти. А память эта едина с памятью горожан. В свое время в Бресте проживало большое количество евреев, а потому эта история не будет пущена на самотек. Наоборот, она станет еще одним ярким примером толерантности и дружественности двух народов. И работа эта будет продолжена. Фактически мы получили ответы на все те вопросы, которые у нас были. В частности, по этому конкретному, и не только по этому вопросу. По вопросам взаимодействия города с еврейскими организациями нашего города, соблюдения традиций. Особенно в плане того, что обнаружилось в Прибужском квартале. Безусловно, это вселяет в нас надежду, что все то, о чем мы говорили, все то, о чем было намечено, я думаю, все это будет выполнено.